Снимаю провод. Видите, ничего не меняется. Саша, расскажи, пожалуйста, какие причины привели тебя в столь ранний час? Работала машинка до этого хорошо. Через пару дней тому назад я почувствовал, что нестабильность работает. Моя машина как-то неровно работает. И внутри салона попахивает, когда аптечка включает, попахивает бензином. Когда стоишь или когда едешь? Давай так, примерно. Наверное, когда еду. Когда едешь, да? Ну, понятно. Когда на второй скорость едешь, просто без нажатия газа, как бы, все. Накатом, то есть, подожди, не накатом, не на нейтральной передаче тормозишь? Давай так. Ну, я ехал на второй скорости, и она с маленькой скоростью так, чтобы она сама ехала. Раз, заглохла. Ну, подожди, ты нейтраль включил? На скорости. То есть, вы тормозил двигателем, Саша? То есть, если нейтраль, когда ты на нейтрали скатываешь? То есть, ты тормозил двигателем, и что? И она раз, заглохла. Вот, ты в принципе, тормозил двигателем как она могла заглохнуть? Она же вращалась. И такой уже, как бы, второй или третий раз. Бывает, что она работает, работает. Заводим, пожалуйста. Давайте, ребят, послушаем. Сейчас, Саша, включи вентиляцию. Сейчас, ребят, включим вентиляцию Заводим Заводим, друзья Ну давайте, друзья, посмотрим с высоковольтку Саш, начнем с высоковольтки, понял, да? То есть, смотрите, ребят, клапан снимаю Эльцомагнитный Саш, а она работает Глушим, Саш, глушим Ребят, что-то ненормально Работающий двигатель снял клемму электроклапана А она продолжает работать То есть, естественно, я стал смотреть на эту вещь Вот такую проблему Это одна из неисправностей То есть, это не главное, ребята Но надо устранить ее Сейчас мы устраним ее сначала Вот, она на холостом ходу хулиганит Вот, смотрите, ребят, специально такую штуку я имею Ну, то есть, вот обжимается она, понимаете, да? Вот, я даже вторую обожму Вот так Вот так И вот так вот, друзья Сейчас начнем с того, что Чтобы, ну странно, она должна же глохнуть, правильно же? Вот так, ребята Все, это закрываем К сожалению, резинка слабая Я считаю, надо Чем мучиться так Лучше замотать изолентой, Саша Зажигание, надеюсь, выключено, да? Все Сейчас, ребята Так надежнее изолента То есть Видите, резинка чуть-чего соскочила Вот и все Вот и вся история Все Быстро и надежно Это убираем Так, что мы делаем теперь? Вот смотрите Я теперь ставлю на место ее на ощупь Да, поставил Работим, пожалуйста, машину Так, и, ребят Сразу включаем мотор Так Включили мотор Тестер Будем смотреть на соковольку, друзья Так, все, загорелось Сейчас ждем Ждем Пробуем делать перегазовку Смотрите Снимаю тягу Фу Снимаю провод Видите, ничего не меняется, друзья Глуша машина То есть Холостой ход как бы Отсутствует Саша, надо Саша, шпилька вырвана Саша Вот, видишь, проблема Слава Богу Почему? А что такое было тогда? Почему он болтается? Так, дай Надо вскрывать, ребята Тут Чтоб клапан С ним конкретно поработать Не на ощупь, как я делал А надо туда добраться, ребята Подписчики скажут Блин, что-то Жигули зачистила Ну, а что сделаешь? Ну, а что сделаешь? Ну, она в годах Она старенькая Все молодые Они вон, все на танцах А старички, бабушки К сожалению, да Что вы хотите? Сколько лет? Вы такую иномарку мне покажите Чтоб она не болела Ага Вон они Приезжают 20-го года Уже приезжают Проблема Так, ну что здесь у нас Здесь у нас все затянуто Друзья, все хорошо Что мы делаем? Мы смотрим, естественно Подозрения на Жиклер Жиклер холостого хода Который находится у нас В электроклапане Внутри электроклапане Да, 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 да Сейчас, ребятки, посмотрим Этот Видите, как стали делать Всегда раньше Спокойненько руками вытаскивали Чтобы водитель мог Элементарно На дороге Вытащить, продуть Но Так, ага А компрессор-то у меня Сильно-то не нужен здесь Теперь я проглядываю Смотрю его насквозь Друзья, Жиклер чистый Жиклер ни при чем, ребят Запер чистый, друзья Поэтому не в этом причина Значит, сейчас будем Не зря включить Высоковольтную штуку Посмотреть Возможно, что-то проблема С высоковольткой То есть, свеча Провод там Катушка Вот, так что здесь Проблемы нет Есть такой хитрый прием, ребят На, давай Я Держи Сейчас, секундочку Вот, обратите внимание Я вывернул электроклапан Да То есть, я освободил Сейчас она газу Обратите внимание На газу сейчас заведу Машину Придерживая газ То есть, исключая Холостой ход И потом резко Закрою Закрою Перечную заслонку То есть, раньше Закрывал ладошкой То есть, ну, как-то Бензин наносился Более-менее Но, сами понимаете Вредно Сейчас я покажу Как я делаю это С помощью клизмы Это более быстро И более безопасно Сейчас, секундочку Заводите Вот видите, раньше Это все у меня было на ладошке То есть, ну, закрывал Молодой был Господи, пока не надо Выключай, ну, включай Вот, видите как То есть, это все было На ладошке Но было до лампочки Молодость На то она и молодость Значит, суть в чем Канал Канал Сосет Всасывается Холостой ход Не через это маленькое Отверстие Ребятки мои дорогие Не вот это микроотверстие А через, понимаете Поняли, да Через туннель И поэтому Продувка идет Более мощнее Это один из способов Ну, если там была Какая-то старинка Косле клапана То она бы вывела Да, ее высосало Понимаете, да, ребят Холостой ход Вот, это один из приемов Да Рекомендует Там газануть И подсос закрыть Но это обогащение Идет всей системы Друзья, теперь проверяем Клапан на щелканье То есть, там я не мог Это проверить Включил? Да Слышите, ребятки Клапан исправный, ребята Значит, дело не здесь Заводи машину, пожалуйста Значит Все-таки проблемы Включаем Девять киловольт Все Значит Время горения Иссы Начало горения Вот, пробой пошел И конец Выпухание Конец Смотрим Одна тридцать шесть То есть, очень достойная Искра для Электронного двигателя Коммутатор Провода Все Все Просто Просто Праздник Дрюк Делаем Делаем Перегазов Сюда Ага Большеватые обороты стали Обратили внимание Ребят Она прибавила обороты Дорогие мои То есть После того, как И стало лучше дышать И стало легче дышать Она прибавила Друзья Выбавляем Сколько 900 880 900 Ребята, оставим 900 Во время работы Очень мало газов Но Они все равно вредные Вот, видишь, да? Как и должно быть Маленько Ну, малыш Продувайся Сейчас пока Вот, ребята Маленько С задержкой Но у тебя По-моему Долго не работал Или мы меняли То есть Мы меняли Меняли Ситцевину Отверстие Сейчас Ну, оно будет Шикать-шикать Но преработается Будет Бить-бить-бить Преработается Все нормально будет Так что Вот Теперь дальше Второе Значит То есть Когда я стал Убавлять Ну, все С самого начала Я понял Что винт очень слабый И он был Выкрутан очень сильно То есть Я сделал Наверное Оборот Наверное Около Ну, 5-7 Чтобы найти Нормально Поэтому Использую Я герметик Вот такой Герметик Не знаю Есть Найдете Вы не найдете Я пользуюсь Вот таким Герметиком Он у нас Был Применялся Будем говорить В спутникостроении Не знаю Для чего Не снисовался Вот таким Вот образом Я фиксирую Винт Так, друзья Ну, что сказать Значит После продувки Которая Эффективная Я называю Суперэффективная Продувка Канала Холостого хода Холостой ход Как говорится Восстановился Как вы считаете Александр Все нормально Все нормально Стало работать Обратился Дядя Володя С проблемой Дядя Володя Проблему решил И холостой Пот Стало Собини Вот, ребята Поэтому Один из способов Я говорю Раньше Я закрывал Карбюратор За ладошкой Ну, поймите Меня Это штука Вредная А вот С помощью Наверное Шприцовки По-русски Называется Клизма И эффективно И главное Что Не вредно Так что, друзья Если какие-то будут Вопросы Задавайте И заодно Поделитесь Какие у вас Случаи были С холостым ходом Потому что Это самая Самая Будем говорить Самая Тонкая Самая Ненадежная То есть Потому что Самый маленький Жиклер Это жиклер Холостого хода Напишите Какие случаи С холостым ходом Были у вас С вами был Ваш автодокс Владимир Шнарев Здоровья вам И ваша машина До новых встреч Друзья Субтитры